Ватсап, ребят, с вами канал iGame, let's play Rack, это игра Days Gone, очередной, не эксклюзив, теперь уже не эксклюзив, Days Gone, полноценная игра на ПК. Итак, Days Gone, это приключенческий боевик с элементами ужасов, с открытым миром от третьего лица. Произошла глобальная пандемия, уничтожила земной шар, превратив миллионы людей в диких людоедов. Оставшиеся люди покинули города в поисках убежища в пустыне, создавая там безопасные зоны. Дикон, его жена Сара и его друг Бухарь, это наши главные герои, пытаются найти безопасное место. Однако, Сара получила очень тяжелое ранение, и Дикон принимает решение эвакуировать ее на вертолете Нейра. На вертолете недостаточно места для перевозки всех трех из них. Из-за перегрузки Дикон решает остаться с Бухарем и отправляет Сару одну, обещая ей воссоединиться с ней позже. Спустя два года цивилизация рухнула, и большие орды зараженных, теперь называемых Фриками, бродят по местности и являются большой угрозой для выживших. Дикон и Бухарь теперь работают охотниками за головами Варигона. Дикон верит в то, что Сара умерла, когда заметил, что один из лагерей был уничтожен Фриками. Наши герои планируют отправиться на север, чтобы спрятаться от людей, которые желают их смерти, но их планы приостанавливаются, чтобы проверить Альварес, но обнаружит ее мертвой. Перед смертью она успевает сообщить, что это сделал Леон. Леон в спешке покидает данное место на глазах наших героев. Дикон и Бухарь жаждут мести, потому садятся на мотоцикл и начинают преследовать Леона. Спустя какое-то время наши герои останавливаются у дороги, так как Леон решил скрыться от них в лесу. Дикон и Бухарь оказываются хорошими следопытами и с легкостью находят дорогу, по которой побежал Леон. Далее мы добираемся до небольшого лагеря, где начинается перестрелка с Леоном. Позже у Леона заканчиваются патроны и он снова убегает. И погоня продолжается. Спустя еще какое-то время все прекращается и мы видим кинематографический ролик. Дикон хотел убить Леона, но решил отдать его на сиденье Фриком. Леон просит этого не делать и пристрелить его в обмен на карту, которая укажет на схрон с деньгами на соседнем кладбище. Убив Леона, главный герой следует своему байку. Передя к своему байку, мы обнаруживаем неисправность – пробит топливный насос. Увидев рекламу на щите, в которой говорится о магазине с запчастями, герои решают спрятать неисправный мотоцикл и вместе отправиться на поиски запчастей. Через некоторое время герои замечают, что дорогу перекрывают какие-то машины. Герои начинают расчищать дорогу, как вдруг на них нападают мародеры. Одержав победу, мы снова отправляемся в путь. По пути мы наталкиваемся на тоннель. Наш тоннель оказывается неким гнездом для Фриков. Чтобы пройти на ту сторону тоннеля, нужно уничтожить данные гнезда. Герои поджигают гнезда с помощью молотова, попутно добивая Фриков из ружья. Пройдя тоннель, мы добираемся до станции техобслужения. Как оказалось, на заправке было большое количество Фриков и новых зараженных под названием Шакалы. Шакалы – это мутировавшие дети. По своей природе существа пугливые. Они никогда не атакуют первыми, если вы не приблизитесь к ним вплотную и не откроете огонь. Аккуратно, где-то скрытно, а где-то вступая в открытый бой, мы пробираемся в гараж. Задя внутрь его, мы обнаружим мотоцикл, с которого мы снимем необходимую деталь. Ну а пока мы искали топливный насос, Бухарь был пойман упокоителями, которые пытали его горелкой. И Дикон успевает прибыть вовремя на помощь и освободить от пыток Бухаря, перебив упокоителей. Минутой спустя, герои замечают огромное количество бродячих Фриков и спешат уехать подальше от них. Бухарю нужен отдых, так как у него сильно повреждена рука. Потому главные герои останавливаются на станции в лесу. Ну а после можно будет отправиться ремонтировать мотоцикл. Ну а у меня на этом все. Ну а сможем мы отремонтировать мотоцикл или нет, мы узнаем это в следующей серии. С вами был канал Олегеймлеспиррак. Увидимся, ребятки, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА